Мне улыбнуться или что, мне камеру снять? Вы что хотите сделать? Почему вы так себя ведете в офисе банка? Ну-ка, чем проявилась Хамска? Мне кажется, что вы подобающим образом обращаетесь с людьми, которые вам ничего не сделают. И что даст это видео? Вы что с этим видео сделаете? Уважаемый министр колокольцев, вот обратите внимание, что... Какой у вас отдел? 21 отдел. В 21 отделе бумагу кто-то украл. Почему там? Кто? Кто? Учисковый. Как он свяжется? А, то есть мы персональные данные слили, да? То есть вот эта гражданка сейчас слила персональные данные сотрудникам полиции? И вы продолжаете как-то вот эту политику? Пойдете, потому что... Я не поняла, молодой человек, почему почему по-хамски обращать? Он из-за меня просто ступился. Потому что... Мне улыбнуться или что? Мне камеру снять? Вы что хотите сделать? Почему вы так себя ведете в офисе банка? Ну-ка. Чем проявилась... Мне кажется, что вы подобающим образом обращаетесь с людьми, которые вам ничего не сделают. И что даст это видео? Вы что с этим видео сделаете? Это мое будет быть видео. Вы будете наслаждаться тем, как вы были в банке? Я буду им распоряжаться так, как захочу. Захочу, выложу в интернер. А у нас нельзя снимать. Да неужели? Уверена? Уверена. Это что? Это режимный объект? У нас режимный объект. Вот это поворот! Да? Да. Ну-ка, номер режимного объекта. А я не обязана вам сообщать. Вызовите, пожалуйста, службу быстрого реагирования. Вызываю. Я уже очень сильно надоела. Мне тоже, кстати. По поводу ВТБ мне тоже надоело. Я напишу заявление. Если это случится, я тоже напишу заявление в полицию. Вот это номер на клиента банка еще раз. Сегодня уже в прямой трансляции. Банк ВТБ. И как вы думаете, что здесь произошло? Нажали кнопку хайпа на клиента банка. Вот они. Которые сейчас будут на весь интернет. О! Смотрите. А вот и ЧОП. А вот еще один. С оружием даже в руках. Банку не понравилось. Что неравнодушный гражданин заступился за гражданку клиента банка. Вот. О том, что они отказывали в принятии письменной претензии. Якобы они не имеют права этого делать сейчас. Ну, а я как неравнодушный гражданин взял и заступился за нее. Здравствуйте. Карту хочу получить, которая пришла как клиент банка. Вот, ребят, ни в коем случае вот в эту организацию не обращайтесь. А если обратитесь, то лучше фиксируйте все на видео. Все, что происходит в банке, все на видео фиксируйте. Чтобы вас никак не оскорбили там или еще что-нибудь унизили. Особенно честь и достоинство клиента. ВТБ, какашники банк. А еще у них работают безграмотные директора. Которые не знают законы Российской Федерации, Конституции не знают. И Гражданского кодекса не знают еще. Она же сама же в принципе голосовала за Конституцию, директор банка, о принятии Конституции новой. И она ее не признает почему-то 29-й статье никак. Ни в какую. О том, что в общественных местах видеосъемка и фиксация всего разрешена. За исключением режимных объектов и персональных данных. Персональные данные, если они здесь где-то их разбросали, то это их вина. О том, что они их разбросали. Значит, соответственно, в прокуратуре есть чем заинтересоваться в отделении ВТБ Калининского района на металлистов 116. О том, что персоналы банка разбрасывают персональные данные клиентов своих. Нет, стоп. В смысле несколько карт у меня. Возможно, да, когда-то я был клиентом вашего банка ВТБ позорного. Будем так говорить. Лет 10... Нет, банк я буду оскорблять. Банк я буду оскорблять. Если банку не нравится, пускай в суд подает. Хорошо. А вот тут чоповцы пошли. Директор... О, кстати, можно директора позвать? Пускай она извинится перед клиентом. Девушка, можете позвать директора сюда? Нет, конечно, нет. Почему нет? Что это вдруг у нее... Ее клиент же зовет. Это в первую очередь у нее должно быть. Алло. Позовите директора сюда. Ее два клиента ждут с извинениями. Я не сказала, что у него повезет. У нее в первую очередь клиент должен быть, а не онлайн какое-то совещание. Вот такое позорище работает руководителем банка. Сама позорилась, и клиент, и банк позорит еще. Вот это вот позорное лицо, вот это вот, зашкварилось, и вся там в кабинете и сидит. Позорница! А как у нее имя-отчество? Елена Валентиновна. Вот, ребят, запомните это имя-отчество. А фамилия? Баркар. Баркар? Баркар Елена Валентиновна. Валентиновна. В общем, короче, все ссылочки. Ну, в общем, знайте, куда надо писать. В Яндекс, в 2ГИС, в ВТБ, соответственно. И все жалобы на данную сотрудницу директора. Пишите жалобы о том, что она безграмотная. Клиент у них говно для нее, а не клиент. Вот. Надеюсь, ее уволят с этой должности. Ну, можно даже, в принципе, не увольнять, а можно его, ну-ка, как у уборщицы оставить. Полы здесь мыть. А то очень грязно. Песка очень много. А как вы уже перепутаете, у нас как-то не сам? Я? Нет. А как? Она до сих пор еще передо мной не вышла, не извинилась. Значит, она считает себя правой. Она считает себя правой, а не то, что... А ничего, что клиент всегда прав. Она ни об этом не думает? Вот сидит клиентка, которая тоже так же ждет извинения, и так же, как и я. А этот директор безграмотный. Не считает нужным выйти, даже хотя бы перед этой клиенткой извиниться. Совещание? А ничего, что у нее в первую очередь клиент, а не совещание. Она должна сказать на своей прямой трансляции, извините, меня там вызывает клиент, я отойду. Вот что у нее в первую очередь. Если она уважает своих клиентов. А судя по тому, что она их не уважает, клиент всегда говно для нее. Не так? Не так? Пускай выходит прям сейчас. Минуту ей даю для того, чтобы выйти. Если она через минуту не выходит, значит клиент всегда говно для нее. Ладно, я. Вот перед женщиной она точно должна извиниться. Как оно выражалось? Вы обоснуйте, как оно выражалось? Оскорбление. Так она не сказала, как оно выражалось? Ну и все, а я тогда все равно домой пойду. О том, что к ней обращались на ты, это не оскорбление. Ни одним законом, нормативным актом это не запрещено и не запрещает. Даже к вам обратиться на ты. Так что вы сразу и обоснуйте это. А, обоснуйте. То, что она по 306 подписывается. Хорошо. Ну и все. А у меня есть видеодоказательства. Вы говорите, что случилось это по нашей ситуации? Да, да, да. Кто-то вызвал полицию. Да у меня интернет напишется. Вообще меня планировало вызвать полицию, потому что... А заступился я вот за эту женщину. Ну, как видите, я не сделала. Поскольку нарушались ее права. Мы с банком это сделали. Понимаете, я тут третье лицо, я не могу. Хорошо, я говорю, я третье лицо. И я здесь не присутствовал. Воняйте. Просто есть какие-то претензии к нам? Что вы планируете делать? Вызывать полицию должна была яна. Так объясните просто, что произошло здесь? Что ни на комат не делал с вами. Товарищ лейтенант, я еще вас перебью, да? Я был свидетелен, как они отказывали принятие претензий письменно. Они отказывались за эту гражданку. Я заступился. Данное предприятие не имеет права отказать принятие письменной претензии. Это вы не перебиваете. Я говорю, позорим директора, и все вместе обсудим эту ситуацию. Директор здесь позорница. Она не умеет разговаривать с клиентами вообще. Это просто безобразие, что банк управливает... У нее здесь режимный объект, хотя это считается общественным местом. То как, интересно, люди попали на этот режимный объект все. И что вот эта гражданка, что я клиент банка, у нее все клиенты говно. Считается так. Примерно так. Директор, давайте вы меня поняли, что нужно как-то клиента выслушать. И сказали мне, что ладно, давайте мы возьмем вас в себе. Заявление у меня потом взяли, где была устойма отражена. Все, а так мне сказали, идите гуляйте, все. Им просто не понравилось, что к ним обращаются на «ты». Да никто к ним не обращался на «ты». Никаким законом не запрещено обращаться на «ты» и вести видеофиксацию в общественных местах. Вот еще можете объяснить вот этой гражданке, сидеть возле окна, о том, что у нас позволяет эта 29-я статья Конституции и Гражданский кодекс это позволяет делать. Так вы будете писать заявление? Нет, наверное. Претензии-то уже было написано банку. Мы взяли претензии теперь, но почему-то вызвали полицию, представители банка. Я проходила к директору и просила успокоиться, не вызывать охрану, потому что это уже, по-моему, цирк какой-то. Почему-то она вызвала полицию. Пусть она выйдет и пояснит, какие у нее ко мне претензии. Сейчас, сделаем это. Не хочу знать, о чем заявление. Я хочу дать тоже... Я вам то, что объяснил, о чем заявление. Нет, вы мне объясните. Я хочу... А вдруг эти факты недостоверные... А каким образом нарушал работу банка? Я могу, как свидетель, тоже дать свои показания тогда. Хочу узнать, что в этом заявлении написано, что мы увидим, что касается меня. Это документ касается меня? А если у вас, насколько у меня внимания, абсолютно ничего нет. А если есть? Почему я должна доверять этому банку, в котором людям недостоверную информацию предоставляют? Мы можем как-то понимать, о чем речь, о чем судят? В чем здесь полиция и доверие к банку? Нет. Мы не являемся каким-то представителями банка, правильно? Я не говорю о том, что у меня нет доверия к полиции. Нет, вы говорите, у вас нет доверия к банку. К банку. А можете, кстати, у меня принять заявление? А если вы не представите к банку, приняйте, конечно, молодого человека, как это клиента банка? Конечно. Конечно, пойдем к автомобилю. Нет, на месте, на месте. Ну, в автомобиле. На месте. 736 приказ. Так я понимаю. Принятие устного, протокол принятия устного заявления. Главное заявление. Здесь, на месте. На месте. Я просто прошу вас... Я имею право на месте подойти? Конечно, можете. Я просто вас попросил по человечеству. За сумму правства. Вот это вот гражданки. Я жду здесь вас. Это заявление. Ну, а вы что хотите? Протокол принятия устного заявления. Он так и пишется. Протокол принятия устного заявления. Или вы не укомплектованы? Вот он. У нас президент сказал, что у нас все сотрудники полиции укомплектованы. Понимаете? Такого нет образца. Что значит такого нет? Образца заявления. Как так? А президент сказал, что есть. А президент сказал, что есть. Я могу с ваших слов записать фамилию. Есть протокол принятия устного заявления. 736 приказ. У нас подставляется именно так. Я с ваших слов пишу заявление. Вы потом ниже расписываете, что с ваших слов записано верно. Вы сейчас подставляете колокольцеву, да? Я никого не подставляю. Уважаемый министр колокольцев. Вот обратите внимание, что... Какой у вас отдел? 21-й отдел. В 21-м отделе бумагу кто-то украл. У них нет ни протокола в принятии устного заявления. Ничего у них нет. Я воспринимаю устное заявление. Только заявление есть. Так я вас принимаю устное заявление. Это заявление. А протокол принятия устного заявления. Чтобы я вас принял заявление. там так и пишется протокол принятия устного заявления а не просто заявление у меня еще кстати ознакомьте с заявлением поскольку гражданка написала заявление а ну вот смотрите в этом участке вообще ничего я опять же я знаю что я вас задерживаю в связи с чем я должен вас мы персональные данные слили до банк слил персональные данные мои вам я вас спрашиваю банк слил мои персональные данные а каким образом вы со мной свяжетесь то есть вот эта гражданка сейчас слила персональные данные сотрудникам полиции? Ты сливаешь персональные данные клиента? Ты в курсе, что это уголовная статья? Каким образом она слила персональные данные? А каким образом вы будете со мной связаться? Голубем, что ли? Я у вас спрашиваю, вы заявление будете писать? Нет, вы сейчас мне ответите на вопрос, каким образом вы со мной свяжетесь под заявлением вот этой гражданки? Каким образом? Где вы взяли мои персональные данные? У кого? А кто писал? Кто слил мои персональные данные сейчас? Директор? Банка? А? Ты слила мои персональные данные сейчас полиции? Ты в курсе, что это уголовная статья для тебя? Ты будешь уволен за это. Каким образом вы получили персональные данные мои? Мужчина, я не писал заявление, сколько вам говорится? Вы ответьте на вопрос, каким образом вы получили, как сотрудники полиции, третьи лица, мои персональные данные? Я вам уже в третий раз говорю, что мне поступило заявление, в котором было указано вашу фамилию, имя, имя, отчество. Каким образом это к вам попало? Мужчина, я вам еще сколько раз говорю, что мне это передали? Зовите ее сюда, вот эту, директора, зовите сюда, каким образом она слила мои персональные данные. Здесь сейчас совершается уголовная статья. За слив персональных данных клиента банка. Вызывайте сюда сотрудников полиции, компетентных, которые работают с уголовной статьей. Нормально так, слила персональные данные, вы еще молчите, покрываете ее. Вы вообще нормальные сотрудники полиции? Она сейчас попадет по полной, вообще конкретно. Под уголовную статью она себя сейчас подвела. За слив персональных данных. Нормальная такая вообще директриса. Вообще оборзела уже, в наглую. Охренела вообще полностью, в контакт. Это что за банк-то такой, вообще не понимаю, который сливает персональные данные клиентов? А что ты будешь делать с этим видео? Что ты будешь делать с этим видео? Безграмотное. Каким образом ты слила мои персональные данные? Алло, директор. Ты оборзела что ли, совсем? Сейчас я пообщаюсь. Сверялся с отделом полиции. Участковый сейчас находится на краже. В ближайшие пару часов он сюда приехать не сможет. Если хотите, ожидайте. Я сейчас могу вас просто принять заявление. Принимайте заявление по уголовной статье. Заслив персональные данные. Вот, запомните, вот это лицо, вот оно, которое сливает персональные данные ВТБ клиентов. Ты, директор, будешь уволена за это. Заслив персональных данных ты будешь уволена за это. Она должна была писать заявление на неустановленное лицо. А сотрудники полиции должны были ко мне подойти, предоставить мне заявление гражданке о том, что она написала заявление. Ознакомить меня с этим заявлением и спросить мой персональный паспорт, для того, чтобы удостовериться моей личности, мои личные данные. А они уже знали мои персональные данные, кто я и что я вообще в принципе. Поэтому они не стали ознакомливать меня с этим заявлением. Вы понимаете, что вы будете тоже попадете за это? Да, конечно. Я это обратно отправлю в прокуратуру. Хорошо. Все эти видео. Прошу заявление. Прошу вас понять в меру отношения директора банка. В первую очередь, расположен, отправлен в свободу, господин от проспекта Ваталиста, дом 166. Ветерфан. Которая написала заявление на клиента банка. Использовав свое служебное положение. как именно директор банка ВТБ и распространила мои персональные данные третьим лицам а именно сотрудникам полиции лейтенанту номер жетона 007895 старший сержант номер жетона вы знаете свой, да? 007926 охренела я не знаю, ну просто ой, блин вот позорище просто позорище пиши сразу заявление по собственному желанию тоже отставлю там ссорит так, ты передала ваши персональные данные сотрудникам полиции старшему лейтенанту номер жетон такой-то с фамилией и имя отчества таким-то и старшему сержанту номер жетон такой-то дальше так, что там? а именно сотрудникам полиции прошу привлечь данную гражданку по всей строгости закона и отправить все материалы по подведомности безграмотно безграмотно участковый, получается, с вами создаются все видеозаписи, в принципе, ну, я не знаю, запросит если захочет запросить мои видеозаписи, пожалуйста, предоставлю все она просто не знает, с кем она связалась журналисты, они коварные особенно за слив персональных данных в общем директор оказалась тупой безграмотной она просто взяла, короче слила персональные данные клиента сотрудникам полиции просто взялась очередной раз вам говорю не ходите не открывайте счета в ВТБ ни в коем случае не ходите туда лучше уходите с этих банков потому что ваши персональные данные не под защитой они будут сливаться всем удачи всем пока